мил такой вопрос вот вы все-таки были замужем в белоруссии вы замужем в дании вот взаимоотношения мужчины и женщины супруга и супруги отношения вот как бы женский взгляд на это делать конечно датчане они более семейно ориентированные они такие не знаю нас как-то первый брак мы был 13 лет и он был как бы студенческий и у нас был некий такой эффект соревновательности с мужем то есть мы с одного университета правда он после армии уже был там у нас пять лет разницы но она как раз этот последняя такая волна была когда после армии те кто там я не знаю как там они получали какие-то квоты для поступления у нас было очень много после они были постарше вот и брак он был некий такой соревновательный я не знаю мои успехи как-то он так более ревностно допустим переживал здесь когда я вышла замуж уже второй раз 15 лет я прожила первом браке замуж здесь совсем другое самоощущение здесь нет уделения обязанностей на мужские и женские здесь основная масса мужчин на улицах с колясками никто из них не шарахайте никто не приходит с работы не ложится на диван в дании если я задержалась я помню первый свой шок я приехала мне какая-то первая была бизнес-встреча приезжаю у меня там ужин скворчит я смотрю он с пылесосом я так перепугалась оскорбилась и думаю боже неужели я плохая хозяйка что он вдруг взялся готовить оказалось не было в шоке а он не понял мою реакцию но теперь то я общем-то понимаю что это все тут так делают и и занят я приехал домой раньше ничего подобного я нисколько не не считаю что должен там стоять должна у плиты я абсолютно спокойно готовлю нам ужин я вижу надо пропали может может готовить нормально готовить они все готовят и датчане абсолютно в основной своей массе можно заряд исключением но мой круг общения очень хорошо готовят готовит полноценно то есть мой муж и белорусский умел готовить классно шашлыки конечно он бы приготовил там какой-то там суп я думаю так но шашлыки это была его такая но вы с ним общаетесь ваш ребенок общий как-то в каких-то он давал разрешение на выезд из страны у нас заключалась нотариальная такая бумага где он где я где я гарантировала что и выход общения со мной через skype поэтому конечно мы не вредничал не пытался вам палки в колеса такой еще знает мой характер такой скажем независимость что в принципе он не особо конечно ему тяжеловато было смириться что мы два раза в год приезжали вот до 18 лет мы старались ребенка туда отправлять но потом со временем конечно отношения вот ну вот мы сейчас раз в год ездим да то есть немножко вот но ребенок с ним дала она с ним вообще а вот девочка ваша 18-летняя и ваш второй муж датчанин они как-то вот есть какие-то отношения у них как они не очень близкие отношения они сразу я думаю что даже какой-то момент наверное такой переломный почему я вдруг в общем-то сказала да и выйти замуж я видела я боялась не сделать травму своему ребенку я думаю что я замуж не выйду до расчу до совершеннолетия но я видела что у него не сложились отношения у него есть подход и она сама такая очень скажем но видимо он нашел прежде не относится он к ней как к своему ребенку тоже было непросто мне делить вот это вот но он какой-то момент сказал если ты хочешь давай мы с тобой или я друг я буду ставить определенную стену либо я уже как к своему ребенку и в общем то у меня такой период когда я вот ограждала ее от любого его влияния мне было может быть не совсем комфортно принять самой сначала отношения очень хорошая я я не знаю я я думаю что то есть так бы он относился бы к своему ребенку потому что он ни в чем не не отказывает хотя наверное мы не совсем типичный случай когда у моего ребенка в школе в гимназии вот спросили ну вот вы приехали из беларуси она кстати единственная вот иностранка как тебе в дании здесь живут классно а моя маша говорит вы знаете я мне в принципе также в беларуси было там как-то моё ничего не поменялось потому что не тоже был доступ и но он гаджеты финансово не было на нее все блага мира свалили она у меня очень ровно дышит вот нет у нее такого бренд тот я как-то я воспитывала ее я покупала но не акцентировала влияние в не внимание на эти вещи поэтому она как-то так ей было комфортно и вот учителя были очень очень удивлены они выдумали вау ты скажешь что ты да нет но действительно здесь в социальном плане возможности у детей больше у родителей защищены все для детей здесь вообще такой оазис во вторых да не социальная такой социализм здесь работает пусть негласно но особенно в одном полуострове на том полуострове где мы живем работает вот этот вот датский закон янтелови где прописаны вот эти вот основные их ментальные такие ценности что они вот мы заговорили в начале нашего разговора о том что в америке индивидуализм в таком вот фаворе а здесь в дании наверное здесь тоже наверное ценится отчасти индивидуализм но если это не нахрапистый не за счет самоутверждение не за счет кого-то они так более мягко обходя углы вот но не так вот в основном упор делается на групповое обучение на групповую работу ты ничем не лучше чем твой сосед здесь скромность здание очень очень ценится скромность никто тебе не будет течиться там дорогими машинами кстати что касается машин да они дорогие машины здесь если брать цены просто покупные например сравнивать с германией прибавляйте 180 процентов это просто стоимость машины плюс страховка обслуживание то есть здесь машины достаточно дорого содержать и две машины если у тебя две зарплаты ты еще можешь позволить я не знаю на одной машине наверно но мы бы не смогли мне кажется муж себе я себе я не знаю как можно но в копенгагене видимо можно ну и велосипеды конечно голландия амстердам и дания велосипедисты они их столько много вы когда начали по этот свод правил я вспомнил про моральный кодекс строителя коммунизма если вы застали нет не застали молода еще но что же хорошо давайте мы к вашему блогерству обернемся чего с чего началось и что это вот для вас и о чем вы говорите мое блогерство началось с того что о дании очень-очень мало информации на 2009 год я там все рыло не могла но я не имею ввиду официально официально конечно такой сайт new и denmark и там конечно официальную всю информацию нужно из читателей нужно обязательно начинать бытовой информации как она там жизнь какие подводные камни вообще нашла только два блога это там такое вот все было очень мало и я чувствовала вот нехватку и чем ближе вот этот вот час x был переезда в эту данью у меня вопросов на его все больше и больше ответов на них все меньше и меньше и у меня был страх потому что у нас был единственный очень крупный форум который я читала в 2009 году он назывался рус форум и сейчас его нету но можете есть по моему он закрылся вот и там писали конечно страшилки и это плохо это плохо детей отбирают да они отбирают если нету общем-то повода это все тоже страшилка и такая вот скажем ну я не знаю пропаганда может быть антискандинавская но конечно и если ты у нас когда мы растим своих детей нас в принципе если только одну ты видишь там истязает кто-то ребенка ты можешь там как-то сделать замечание там или там сообщить куда-то если ты видишь что там избивает там семья алкоголиков другое отношение к детям во первых 76 года в дании официально запрещено бить любое вот физическое наказание но официально запрещено поэтому конечно же если вы таким русской свойственно русскому менталитету воспитания приедете и начнете вдруг там прилюдно бить ребенка или орать на ребенка конечно на вас обратят внимание но если вы в общем-то законопослушные и живете ну вот видите вот приезжай же ты в страну в новую ты же какой-то свод правил изучаешь минимально чтобы понимать как себя вести едешь ты там в арабские страны ты знаешь открытую одежду нельзя носить пить там спиртное можно определенных местах придерживаешься каких-то определенных правил также и в дании поэтому если конечно ты начинаешь там прилюдно дергать сильно этого ребенка если ты начинаешь не дай бог там орать на него но это не принято датчане очень спокойные очень выдержанные они умеют разговаривать они все в процессе общения не умеют детьми говорить и конечно тогда есть претенденты что если там кто-то увидел из датчан что там кто-то из русских поднял руку на ребенка они могут сообщить в какие-то органы и сказать что обратите внимание это ненормально а так мил давайте мы вернемся к то есть и так между делом сказал про то что ребенка заберу то есть были ужастики страшилки было непонимание был 2009 год и вы мне тоже писали про я правда ли это и естественно нам всем пишут старта чтоб развеяли страшилки значит вот активно эту информацию искать со всех форумов блога потому что найдут общем-то и поглощала ли и и и я в 2010 году уже в августе когда вышла замуж я поняла что какая-то информация важная попадается мне нужно ее аккумулировать жила как бы на два дома то я уже это додумала как бы мне найти некий такой ресурс куда я могу это все складировать я создала вначале печатный блок куда я писала линки там все это постигала так общем-то со временем образовалась печатная такая страничка в интернете которую я назвала записная книжка иммигранта типы текстовая выход из когда не она конечно сейчас помогает очень много людям многим людям потому что пишут и там прямо в самом блоге и так меня находят благодарности там это вообще я считаю аналогов на какой платформе что это это блок спот блок спот руки гугловский и в общем вот саунина дк-поинт-блок спот-поинт-ком дк ну там она автоматически переключает зависимости от айпи с какой страны ты выходишь а вот и там собрано в меню основные вот выжимки там не знаю там русскоязычные врачи да они там я не знаю юристы да они где авторизированные переводчики там где тебе если тебе нужно перевести то есть там такая в общем-то кладезь полезной очень информации и в обычные посты которые они не дублируют меню на них тоже надо читать я думаю что любой человек даже кто проживает судя потому что люди пишут они они еще покажу книга вышла моя в дании не моя книга о моем проекте ну давайте мы пока начать все-таки вы начали делать текстовой такой блог в какой момент появился видеоблог нет я начал делать с тобой и параллельно запустила форум который назвал ажин совет декан и он просуществовал два года через два года я сделала видеоблог то есть приезжая на родину тогда мы чаще ездили сейчас эдами с родственниками там родителями всегда задают одни и те же вопросы вот управляет марафон каждый день ты приходишь люди новые и опять ну как там а вот это расскажи и ты через год понимаешь что ты больше не можешь потому что это одно и то же ты устаешь от вот это многие многие блогеры с этого начинали просто для знакомых и родных тоже невозможно одно и то же по сто раз да вот я начала заливать канал вот эти видео ничего не делала прямо вот с телефона и заливала какой-то момент по комментарии пошли я быстренько всю личную информацию там совсем такую по удаляла и в общем-то поняла что канал нашли и люди начали смотреть сторонние а так как я не считаю что моя личная жизнь должна быть сто процентов публичная то я в общем то вот первое такие видео убрала потому что слишком много личной информации и люди чем больше знают есть больше возможности ну скажем уколоть задеть гадости гадости много пишут вы знаете пишут но я не могу сказать что много много очень наоборот пишут то что спасибо за канал спасибо за блок потому что на сегодняшний момент на канал нас на момент старта канала он был единственный канал на русском языке о дании а вот блок который я веду на печатный с информацией релевант нужен для людей которые проживают здание он и сейчас ему аналогов нету поэтому люди конечно говорят спасибо потом я запустила форум этот женсовет который начале был на отдельная выкупала домен постинг и через два года я сделав страничку в на фейсбуке посмотрела что более актуально людям а фейсбук потому что группа начала расти она тоже называлась раньше женсовет теперь на фейсбуке называется дания по-русски но и на сегодняшний момент уже можно констатировать факт это самая популярная среди иммигрантов группа она больше всего людей насчитать на очень активная дружка сколько она человек у нас всего иммигрантов 5000 так что слушайте они неплохо да это неплохо средней посещаемости 1700 1740 я вчера смотрела но на выходные меньше посещаем из бывает 400 бывает люди заняты так подойдите а на ютюбе вас канал там сколько на подписчиков на ютюбе немного три тысячи послушайте вы это прибедняетесь 3000 совсем неплохо учитывая скажем у меня нету лайф такого когда я показываю свою жизнь и я больше делаю информационные такие видео когда я там рассказывал отвечая на вопросы о датской green карте здесь у нас тоже она существует ну в общем конечно что-то я показываю но это не формат видео когда я вот иду в туалет я там показала как я хожу это как бы мне прийти я не знаю я знаю что некоторые люди туалет я тоже не показываю но я много показываю как мы едем болтаем друзья тоже показываю это мы тоже и с ребенком болтаем и где бы мы там не были если можно есть возможность снимать я тоже делала рубрику как мы с вами общаемся персона то есть с людьми которые чего-то достигли и в общем то здесь здание и можно посмотреть интервью то есть чтобы не совсем уж было только скажем взгляд на данию через моими глазами нативное общем-то мнение которое даст возможность другим людям свое мнение там видео у вас много самих 300 слушайте вы так и чистить когда там сколько бывает по полгода не снимаю а был такой период потому что но писала я исправно вот вела вот этот форум эту группу я вела на фейсбуке плюс я писала постоянно печатный блок но бывает что на время на видео снимаешь но из-за разъездов из-за работы конечно основной не хватает времени обрабатывать давайте милочка давайте про разъезды вы по европе там колесите конечно часто часто ездим вот так она по европе ездится вот расскажите пару слов мы купили дом на колесах и и в общем мы конечно путешествовать мы любим у нас есть традиция путешествовать раз в год у нас это было приурочено к летним ребенка каникулом вот и ну а в этом году мы даже и зимой попробовали с караваном но оказалось даже неплохо проехали мы ну вот всю европу были лихтенштейна швейцария австрия германия и италия но вообще проехали всю европу наверное вот этот ваш агрегат который на колесах он бензина много потребляет у нас прицеп дом на колесах у нас не окей окей то есть вы вы вас просто прицепочек такой трейлер трейлер но он большой он где 1 спальня кровати плюс диван ну там плюс душ душ кабина ну туалет микроволновка духовка плита но кухня целиком скажем девочка ваша любит эту штуку да мы все очень любим удобно да и в общем то конечно нету такой привязки в европе если мы хотели в беларусь ехать и оказалось что в беларуси нету оборудованных только есть в районе беловежской пущи где-то там еще и нету такой свободы в передвижениях как в европе то есть и где может и кемпинг а вот эти вот перепарковать и штуку да да и там сразу тебе и вода и инфраструктура а здесь в беларуси оказывается беларусь не очень скажем пока современно в этом плане хотя уже подвижки есть хотя бы беловежская пуща видимо туда чаще всего доезжает ну конечно где туристов много там есть смысл но вот ближе центральной беларуси конечно нам хотелось бы на нарач туда вот съездить оказалось по крайней мере из того что я попыталась найти в интернете что не так то просто просто вот найти место куда можно подключить электро электрическое почки там ездят пособирать здание это грибочки не собирают здание грибочки непопулярно это вообще нету скажем такой вот культуры пойти в лес больше в беларуси это а вот давайте на другую сторону возьмем вот с рыбкой как селёдочкой ну да не это все возможно нужно покупать лицензию специальную проходить специальные курсы где и скажут какую рыбу можно ловить сколько там сантиметров насколько я понимаю какой надо выпускать и да ты можешь но ты обязан на оплатить лицензию на год охота и да не популярна охота точно также нужно где-то вышкаю там поля одни ну те леса которые не вырубили в свое время они конечно есть но если сравнивать природу лесистой той же беларуси сравнивать здание то конечно беларусь намного лесистее намного партизанского движения как-то вот трудно себе представить ну да здесь такие леса не дикие они очень это природу берегут и насаждают постоянные вот эти вот посадки они делают одно вырубают другое они подсаживают экология очень конечно здесь хорошие все производства крупные такие которые загрязняют окружающую среду давно вынесены за пределы страны скажем куда далеко короче значит милочка а вот что-то как-то мысль у меня была сорвалось хотя что-то сидела сидела и убежала ну ладно значит вообще вот как народ который там у вас живет там принято например что-нибудь покупать на интернете или скажем сильно покупать на интернете или все-таки люди ходят в магазин вы имеете ввиду за продуктами и одежду обувь электронику я не знаю там вообще конечно здесь интернет-торговля очень развита в дании и очень часто бывает что магазины предлагают какой-то ассортимент товаров которые можно купить по хорошей скидке а в принципе такая же наверное ситуация как и в америке есть свои общем-то вообще каждый магазин каждый бренд они делают какие-то свои периоды но централизованно сделано два это летние распродажи и зимняя распродажа вот в июле да не будут летние распродажи они уже стартовали пока небольшой процент максимум на конец июня существенные скидки что касается цен здесь конечно технику выгоднее покупать в самой дании какую-то технику я не могу сказать что все за счет того что гарантия гарантия которая очень распространяется на эту технику она люди клюют на на это и покупают конечно здесь в магазинах но если вы хотите купить дешевле и порой дешевле процентов на 40 можно покупать на амазоне но тогда нет да нету гарантии да у нас есть все европейские сайты с америки к сожалению у нас мы не можем покупать из-за вот этого вот таможенного огромного растаможки которая очень большая поэтому порог без таможки он эквивалентен 12 по моему или 13 евро то есть если ты покупаешь до 12-13 евро то ты ничего не платишь может америки купать но если покупаешь больше то конечно могут остановить тогда будешь платить там крупная сумма что вообще невыгодно но европейские все сайты то есть из америки неудобно мы-то например легко покупаем то допустим на английских сайтах я никогда проблем не видел никаких то есть вот если товар шенга стран шенгена нет уйдет себе приходит вот и все мы мы однажды купили знаете что мы купили нашей внучки комплекс такой знаете что домашний стадиончик такой со шведской стенкой с канатик там чего делают где-то я уж боюсь соврать там в тольятти в ижевске не не скажу но в англии женщина русская она перепродавала их и вот нам признам по почте пришло и все никаких проблем не был у нас есть любая общем-то страна шенгеном она высылает на любую проблем нету но вот единственное что если это из любой страны которой нет шенген тогда нужно платить ну таким вот образом поддерживается рынок а вы наш канал тоже как-то посматриваете да 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 я вышла на него три года назад я уже не помню как видео через начале это была лена из челя и как-то вот я помню впервые познакомилась с вами но и вот периодически да я смотрю ваш канал и в общем-то хочу сказать что мне очень нравится и пусть я сама не программист но мне нравится что вы показываете вот эти вот интервью людьми которые непосредственно вообще хочу сказать что вы делаете тоже огромную работу и конечно информация там могут писать разную в интернете и кому-то нравится кому-то не нравится все люди разные и всех критерии в общем-то кто-то от зависти это напишет что там паркнов ничего особенного но паркнов то в общем-то выпускает людей уже не первый год и дает людям возможность трудоустройства поэтому мне кажется что промои про мой проект тоже люди пишут подумаешь там пять лет проекта вот в ноябре будет что там особенного но тем не менее может и ничего особенного я не говорю что это что-то особенного но на сегодняшний день вот такой с тремя направлениями он тоже один и тоже по мере силы возможности я стараюсь даже теми вот своими рассказами ответами на вопросы тоже стараюсь помогать конечно не так как вы не трудоустраиваю людей не помогаю не обучаю я вам скажу такую вещь значит степень вашего вклада в общее дело значит можно измерить тем сколько бреда гадости и ненависти будет изливаться в ваш адрес чем больше вы так наворотите полезного тем больше вас будут ненавидеть какие какие-то люди это это часть известности эта часть процесса вот я знаете вот с большим сочувствием смотрю вот как артисты их охраняют на них нападают хотят оторвать галстук того лишь создать полным это сумасшедшие люди нормальный чек так не может хотя нормальчик просто смотрит аплодирует цветы принесет мать а вот эти вот поэтому это приходит вот как бы неизбежно и чем чем популярнее становился мой проект тем больше люди находились те кому что-то во мне не нравилось боже мой я не имела столько негатива в общем-то от внешней аудитории как и грантов проживающих дании я почему-то восприняли мой канал как будто это федеральный канал телевидения у нас у меня такой ужасно неприятный и как я могу вообще делать видео и вообще на все всеобщее обозрение их выставлять вам не говорили что эти там про евреев что вот но проявить не говорили но к евреям в принципе неплохо когда они относятся да не не только про вас вот допустим хотели гады сказать вот это рожа у него еврейская такого не говоришь не говорили но уговорили что дикции у меня нету я всегда писала что боже мой но это же обычный видеоблог видеодневник и я имею право иметь хейтер вот тоже называется хейтером он вас ненавидит не потому что есть за что это знать как любовь вот когда не любит ни за что а несмотря на вот и ненавидит так же вот ненавидите за то что есть за что а ненавидит потому что плохо человеку и он вот как бы вот такой человек все равно мы же все понимаем что есть понятие симпатии по умолчанию и антипатии и вот я я же такой же зритель как и любое зритель ютюба я открываю канал я вижу по каким-то критериям вот но не сложилось у меня химия с блогером возможно он говорит слишком медленно или наоборот слишком но не смотри да я просто выключаю и я ухожу то есть вот это почему-то культуры такое тогда ощущение складывается зайдя читая особенно некоторые комментарии как у людей как будто в интернете отпадают все воспитанные видимо в обычной жизни они все-таки воспитанные люди я так предполагаю они корректные люди они знают что можно спросить вот эти вот границы они они ограничены обществом потому что если они в обществе будут вести себя как уроды отмороженные то общество их накажет а вот это вот анонимность интернетовская она позволяет им быть самими собой и вот и вот это вот ну не то что лоск но вот как вот эта маскировка которая общество вынуждает их на себя напяливать мать и оттуда она нет нужды вот они ходят такие как есть я не знаю я не могу мне внутренний такой мой цен не позволяет даже если мне человек недостаточно симпатичен показался я но я просто понимаю что я не его целевая аудитория просто уйду написать какие-то гадости рассказывать что у него не такая прическа цвет волос не такой там не знаю кофточка не такая вы его просто забанили вообще раньше так как у нас в дании свобода слова я в принципе оставляла все комментарии до какого-то момента потом я посмотрела видео же не помню какого-то блогера она сказала но послушайте вот приходит к вам в дом сосед и начинает рассказывать какая вы вообще ужасно и то у вас не то и говорит давайте мы там стенку переставим и шкаф передвинем и то есть получается что приходит человек который в твое пространство и влезает да со всеми спускает что если ты будешь подстраиваться под мнение этого соседа придет еще один сосед который скажет ну нет ковер не такой то где тогда будет самовыражение блогера и в какой-то момент я поняла что я не хочу вот это вот обрастать этим вот каким таким но я не могу такого скажет я прям негатив негатив у меня есть но есть какие-то выпады могут быть если они слишком там на грани фола я в общем могу удалить с недавнего времени потому что грязь в своем доме я не хочу держать хотя я как маркетолог всегда понимаю что иногда вот среди какого-то негатива может какое-то зерно быть на которое стоит обратить внимание но вообще люди называют это критикой на самом деле никакая это не критика это критиканство основанная на вкусовщине я уже это пыталась каком-то своем видео объяснить вот у меня есть свое представление своя картинка мира и я не сую вот я смотрю на экраны и этот человек в мою картинку не вписывается и у человека не хватает не знаю чего не хватает так то не хватает чтобы твое мнение если я не спрашивают тебя блогер не говорит там как вам моя новая прическа там или как вам нравится там мой есть такой две женщины сталкивать знакомые сталкиваются на перекрестке и однако это слушает как темы костюмчик новый 2 говорит ты знаешь так спешу совершенно не до ссоры поэтому я начала в какой-то момент понимать что я всем нравится не могу все равно будут те люди которым я по каким-то причинам не нравлюсь но под каждого прогибаться но это не в моем вообще характер если нравлюсь я конечно рада общению но если не нравлюсь я думаю людей вполне хватит так то спокойно закрыть канал и подумать о ну да я на самом деле две вещи понял в этом смысле значит вещь первое что понимаете люди могут написать какую-то гадость по разным причинам но он может вообще ничего в жизни кроме гадости не писал это одна причина другая причина вот у него как бы плохой день сегодня значит что-то с ним такое сегодня такое поэтому если я его наблюдаю какое-то время и он в общем-то вроде адекватные что-то там такое написал я просто удалю если он на меня лично нападает то есть меня меня лично трогать нельзя значит это это сразу сразу в отбой он не может нападать на гостей который у меня на экране потому что я тогда останусь без людей которых можно пригласить что очень много людей которые очень чувствительны к этому поэтому то есть правило который у нас есть он нарушает какие-то правила сам материться иначе его закрываю есть ответственность перед теми людьми которые пришли отдохнуть провести нормальное время получить какое-то качественное времяпровождение пойти и очень многие начинают чтение комментариев еще до того как видео посмотрят и когда вот эта гадость там идет значит мы в ответе за это мы юридически не в ответе до в юридически мы предоставляем площадку и как бы и как бы мы не отвечаем за то кто чего на эту площадку вытащит то есть в суд за то что кто-то чё рада комитил меня привлечь нельзя но сказать что я урод можно и это будет правда потому что если я позволяю у себя вот такое я сам такой же чем я лучше поэтому разговоры о свободе и чё там слова значит свобода слова это не свобода дерьма свобода слова кончается в том месте где начинается дерьмо поэтому это это нет нет понятно что есть страны мы их пальцем не будем тыкать где вот свобода дерьмо и ты и есть свобода слова уже другого слова нет но мы зачем нам но к сожалению почему-то люди любят вот всевозможные такие вот какие-то скандальные ролики что их там в этом привлекает не знаю но общем не все люди любят не все люди любят склоки на самом деле так много тяжелого и так много неприятного и злого что они уже когда к нам ходят им хочется немножко отдохнуть от этого ты то что